В Самарском речном порту красавца-черноморца встречают торжественно. Такой гость у Волжских берегов редкость. Ему привычнее вода морская. Военный противодиверсионный корабль прибыл из города-героя Севастополя. Теперь катер Черноморского флота будет носить имя города в Поволжье – Кинель. Морякам название по душе. Очень краткое, хорошее название. Главное – хорошо звучит. В Севастополе есть еще один корабль такого же проекта. Название его «Юна армия из Крыма». Небольшой, 31 метр в длину, быстрый и красивый. Основные задачи катера – охрана государственных границ страны, борьба с диверсионными силами противника и обеспечение действий боевых пловцов отряда специального назначения. Имя Кинель не случайно. Сотрудничество города и Крымской военно-морской базы началось в прошлом году. В частности, молодые люди из Кинеля могут отправиться служить в Севастополь на Черное море. Для призывников это большая честь. И в Крым отправляются лучшие. Уже шесть ребят у нас служат, проходят учебные части в городе Севастополь. И в дальнейшем мы тоже будем развивать такие шефские связи, отправлять ребят для прохождения службы конкретно на Черноморском флоте. Есть возможность у призывников из Самарской области попасть и на катер Кинель, если останутся служить по контракту. Сотрудничество с базой в Крыму – это и шефская помощь, и патриотические акции. В прошлом году мы за счет спонсорских средств, депутатский корпус, жители собрали средства и изготовили и установили на Крымской военно-морской базе бюст адмирала Горшкова. Это основатель флота, основателя ракетного флота, историческая личность. 29 лет, почти 30 лет был командующим флотом. Этот катер пополнил семью военных кораблей с самарскими именами. На вооружении Тихоокеанского флота России есть подводная лодка «Самара». В Балтийском флоте корабли «Жигулевск», «Сызрай» и «Татищев» в честь основателя Тольятти. Противодиверсионный катер П-424 совсем молодой на воду. Он был спущен в 2014 году. Своё новое имя, звучное и лаконичное «Кинель», получил на Волге, в Самарском порту. Отсюда он отправится в Санкт-Петербург. До 30 июля станет участником главного военно-морского парада страны. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.